С вами новости Анапы, в студии Кристина Аравина. Здравствуйте! В начале о главных темах этого выпуска. Объем достаточно большой и есть чем позаниматься ремстроем в ближайшее время до наступления курортного сезона. Подготовка к курортному сезону. Городские коммунальщики приступили к благоустройству центральной набережной. Это открытые двери для тех, кто хочет поделиться опытом, кто хочет рассказать, как лучше подойти к ребенку. Самый классный классный в Анапе возродили муниципальный конкурс среди педагогов. И сам город очень приятный. Люди здесь симпатичные, добрые. И поэтому, конечно, захотелось местному музею что-то подарить. Князь Мутораканский. Уникальная картина художника из Санкт-Петербурга передана в дар Анапскому археологическому музею Горгипе. Эпидобстановка в крае остается стабильной. Сегодня на Кубани было зарегистрировано 103 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего положительных тестов 28 получили в Южной столице. А вот в Анапе COVID-19 выявили у 7 человек. Специализированный госпиталь на нашем курорте сейчас закрыт. Пациенты с тяжелым течением заболевания проходят лечение в Крымске. Однако большинство жителей Анапы с COVID-19 находятся дома. Их обеспечили всеми необходимыми бесплатными лекарствами. На Кубани площадь виноградопригодных земель увеличилась до 50 тысяч гектаров. Провести инвентаризацию подходящих территорий поручил губернатор региона. Первой в этот процесс включилась Анапа. Была создана рабочая группа, которая провела полный мониторинг. Более 10 тысяч гектаров в нашем муниципалитете уже заняты янтарной ягодой. А порядка 12 тысяч гектаров вошли в реестр как виноградопригодные. Теперь на этих ценных землях планируют запретить жилищное строительство. Соответствующий законопроект краевые власти вынесут на рассмотрение депутатов законодательного собрания уже на апрельской сессии. В России виноградопригодные земли есть только на Кубани и в Крыму. И мы обязаны их сохранить. В 8 городах и районах края в течение нескольких месяцев работали специалисты краевых министерств. Совместно с представителями муниципалитетов они проанализировали земли сельхозназначения. В результате площадь виноградопригодных земель в регионе увеличилась с 27 до 50 тысяч гектаров. Закрепим их в генпланах так, чтобы они сохранили свое назначение и никогда не застраивались. В Анапе продолжаются работы по благоустройству. К началу курортного сезона наш город должен предстать во всей красе. Сейчас в зоне особого внимания управления жилищно-коммунального хозяйства находится городская набережная. С начала апреля здесь активно работают специалисты ремстроя. Что сделано и что еще предстоит сделать, узнал наш корреспондент Руслан Душевский. На центральной набережной работа по благоустройству идет уже вторую неделю. Начинают специалисты ремстроя с самого утра и заканчивают лишь к заходу солнца. Объемы большие. Попутно с ремонтом обновляют и инфраструктуру. Для инвалидов-колясочников здесь оборудуют новый спуск с нижней набережной на центральный пляж. Уже забетонировано основание, ведется монтаж металлоконструкций. В рамках подготовки к уротному сезону по поручению главы города было принято решение провести работы по реконструкции старых ступеней на новый пандус, который будет в том числе предусмотрен для маломобильных граждан. Работы на данный момент проводятся полным ходом, будут завершены к следующей неделе. Целых три бригады работают по выравниванию тротуарной плитки на верхней набережной. Ее уложили шесть лет назад. Со временем трава проросла сквозь швы и в некоторых местах покрытие начало проваливаться. За две недели было переложено уже более 900 квадратов плитки и по предварительным подсчетам еще порядка 600 нуждаются в ремонте. Впрочем, гости Анапы успели оценить масштабы благоустройства и уже видимый результат работы. Вся набережная, все участки, по которым гуляют отдыхающие, они готовятся, изменяются на глазах. Я вторую неделю здесь и вижу изменения, которые происходят. Меняются дороги, меняется тротуарная плитка, на набережной какие-то работы происходят, возле городского пляжа. Поэтому я думаю, что да, основная работа будет произведена. Так за неделю очень сильно изменилось. Там работают, тут работают, газоны в порядок приводят, достраивают что-то. Я хочу сказать, я очень рада за Анапу. Я первую жизнь сюда приехала. Я чувствую, что ваши чиновники, на самом деле люди, болеющие за свой город, они делают все возможное. И даже, по-моему, сверхвозможное. И я очень рада за вас, за город и за то, что я здесь оказалась. По набережной хожу каждый день, утром на палочках. Замечаю, значит, здесь плиточку подравнивают, наверное, какие-то коммуникации там или еще что-то. Что там, планы дома какие-то подбеливают, подкрашивают. Новые площадки возводят. Это я заметила, да. Везде пахнет сваркой, краской. Особенно на центральной набережной. Высокий сезон в этом году стартует уже в мае. Коммунальщики увеличивают темпы работ. Следующим этапом будет покраска и ремонт мест для отдыха и занятий спортом. Предстоит окраска бетонных парапетов, что приведет набережную в более красивый, привлекательный вид для прогулки наших гостей города и также местных жителей. Какие-то тренажеры придется поменять, что-то покрасить, починить. Ну, в общем, в целом объем достаточно большой и есть чем позаниматься ремстроем в ближайшее время до наступления курортного сезона. Кроме этого, будет заменено более полукилометра забора старого кладбища. Покрасят ограждения на набережной, а ржавые конструкции заменят. Приведут в порядок все скамейки и урны. Руслан Душевский, Анапа, регион. Активно включились благоустройства и общественники. На этой неделе в Анапе на одну зеленую зону стало больше. Накануне жители микрорайона Горгипе провели субботник, на котором высадили более двух десятков деревьев. Ненастная погода не остановила активистов. Целые семьи вышли на благоустройство территории. Мы жевельничек на угол посадим, давайте. А он же вот... Да, ну вот он и займет вот этот весь угол. Людмила Качмазова – профессиональный озеленитель. Прибыла на субботник специально, чтобы помочь местным жителям в благоустройстве территории. Микрорайон Горгипе – один из самых молодых в Анапе. Инфраструктура здесь современная, а вот зеленых насаждений не хватает. Высокие деревья мы высадили с подветренной стороны, чтобы была какая-то защита и тень. У детской площадки высаживаем высокорослые. По краю должны быть, естественно, подбивать высокорослые деревья, должны кустарники. В данном случае здесь можжевельник казачий и ель голубая. Экологическая акция «Посади семейное дерево» прошла по инициативе координатора органов ТОС микрорайона Галины Мышкиной. При поддержке депутата совета Ивана Пилипенко. Было приобретено 24 дерева – клёны, липы, сирень, миндаль, голубая ель. Жители близлежащих домов дружно поддержали идею. Теперь за каждое дерево отвечает вполне конкретная семья. И над каждым саженцем будет взято шефство. Жители очень активно отнеслись к этому вопросу, да, то есть сразу проявили инициативу. Мы вместе ездили, закупали всё, вместе выбирали, вместе смотрели, решали, что садить, куда садить. Ну, как бы очень, даже я не ожидала, честно говоря, что будет такая очень положительная реакция, что люди так воспрянут, сплотятся и будут заниматься уже, как говорится, озеленением своего родного дома микрорайона Горгипия. Главное – это начать. И на достигнутом жители микрорайона останавливаться не собираются. Сейчас решается вопрос о создании народной тропы в этом же месте, а в перспективе планируется установить лавочки и беседки, создав дополнительную зону отдыха. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Этой весной ученики девятых классов сдадут государственную итоговую аттестацию. В прошлом году экзамены были отменены из-за пандемии. Однако сейчас написать проверочные работы по русскому языку и математике готовится более 2,5 тысяч человек. Создано 13 пунктов проведения ГИА, 5 из них на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы девятиклассники получили аттестат об основном общем образовании, им необходимо сдать два основных экзамена – математику и русский язык. В связи с распространением коронавирусной инфекции этот экзамен разделили на два дня. Русский язык ребята будут сдавать 24-25 числа и с соблюдением норм, то есть полтора метра от детей. То есть в аудитории будет гораздо меньше учащихся находиться. И они будут сдавать в два дня – 24-25. То же самое и по предмету математика – 27-28 мая. Дополнительные экзамены в этом году сдавать не обязательно. По желанию девятиклассники могут написать контрольные работы по выбранным предметам, если они будут необходимы для поступления в средние специальные учебные учреждения. Или чтобы просто проверить свои силы. Самых профессиональных классных руководителей сегодня выбрали в Анапе. Впервые за пять лет на курорте вновь прошел муниципальный конкурс для таких педагогов. Возрождение проекта «Самый классный классный» поддержали многие анапские учителя. Заявок было много, но в финал вышли всего лишь пять человек. Какие современные методики для обучения детей 21 века предложили конкурсанты в нашем сюжете? «Шесть шляп мышления» британского психолога Эдварда Дебоно – методика, по которой работает учитель начальных классов Галина Осипова. Педагог с 25-летним стажем адаптировала программу специально для детей. «Шесть шляп» – это своеобразная игра, когда ребенок смотрит на проблему с разных ракурсов. Например, рационально, творчески или как оптимист. Мы веселая семейка. Нас попробуй-ка, разлей-ка. Солнце дарит нам тепло. Вместе быть нам повезло. За все время работы в школе Галина Осипова стала второй мамой и первым классным руководителем для многих детей. И до сих пор поддерживает с ними связь. Дети поступают в великолепные вузы. Дети возвращаются и пишут, и приглашают на свое постоянное место жительства. Не постоянно жить, конечно, но хотя бы к ним приехать. И вот эта переписка, благодаря наверняка интернету, современному такому способу общения, я получаю массу удовольствия и прослеживаю путь своих детей. От действительно такого маленького возраста – шести лет, семи лет, когда они ко мне приходят – до такого глубокого взросления. Сегодня о своей методике педагог рассказала экспертам. На финале конкурса «Самый классный классный». В Анапе он проводится впервые, после продолжительного перерыва в пять лет. Как отметили организаторы, это не проект для галочки, а большая методическая работа. Профессионализм, искусство речи, индивидуальное качество – все это влияет на количество баллов. Один из этапов конкурса – фестиваль методических идей, в котором могут принять участие педагоги со всей Анапы. Это открытые двери для тех, кто хочет поделиться опытом, кто хочет рассказать, как лучше подойти к ребенку в наших современных условиях, когда гаджеты заполонили все, и как найти общий язык с родителями, и как сделать так, чтобы ребенку хотелось заниматься творчеством. Победители конкурса были выбраны по трем направлениям – лучший руководитель начальных, средних и старших классов. Лидеров ждали подарки от профсоюза, грамоты и, что самое важное, признание коллег и школьников. Алексей Дивейкин, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Фонды отдела краеведения Анапского археологического музея пополнились ценным экспонатом. Владимир Лабутов – художник, иконописец и реставратор из Санкт-Петербурга. Передал в дар городу-курорту свою картину «Князь Мутараканский». Это произведение откроет для многих посетителей музея часть истории нашего края, напрямую связанную со временами крещения Руси. Посетители музея Горгипия стали свидетелями уникального события. На их глазах произошло пополнение фондов отдела краеведения. Одну из своих работ передал в дар Анапе известный художник, иконописец из Санкт-Петербурга Владимир Лабутов. Известный реставратор, который занимался реставрацией многих храмов не только на территории России, но и за границей. Известна реставрация храма святых Петра и Павла в Петергофе, на которую он потратил пять лет. И один более 130 метров квадратных от реставрированной площадей, иконостас и прочее. Картину князь Тмутараканский называет симбиозом современного искусства и канонического. Это собирательный портрет правителей Древнерусского княжества, существовавшего в X-XII веках с центра в Тмутаракане. Сейчас это станица Тамань. Именно с ними связана история крещения Руси. Несмотря на то, что мы находимся на самом юге нашего государства, все столицы где-то далеко-далеко от нас, но именно в конце X века здесь и зарождалось крестьянство на Руси. И именно князья Тмутараканские, Святослав, Ростислав, тот же Глеб Святославович, те, которые были князьями Тмутаракани, имеют непосредственное отношение к зарождению православия, крестьянства именно здесь у нас на Руси. На создание картины художника вдохновила сама Анапа и богатая история этих мест. В нашем городе Владимир Лабутов проводит значительную часть времени, возвращаясь в родной Петербург только на лето. Я здесь приезжаю в зимнее время, но не для времяпровождения, а пишу в основном какие-то исторические, мифологические сюжеты, философские. Уже возраст такой, что хочется не просто пейзажи писать, а на терморты, а что-то посложнее. В тепле творить гораздо приятнее, и мысль работает лучше. Ну и сам город очень приятный, люди здесь симпатичные, добрые. Вот, и поэтому, конечно, захотелось местному музею что-то подарить, чтобы экспозиции и фонды пополнялись современными художниками. Вот такая идея. Сотрудники музея признаются, что значимость этого дара трудно переоценить. Образец современной российской живописи займет достойное место в экспозиции. После того, как завершится оформление необходимых документов, в музее организуют выставку одной картины. Портрет туматараканского князя смогут увидеть все анапчане и гости курорта. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Смотрите выпуски новостей на нашем сайте и страницах в социальных сетях. Новый аккаунт в Инстаграме найти несложно. Нужно только набрать anaparegion.ru Подписывайтесь и будьте в курсе новостей города. А на этом у меня все. До встречи на следующей неделе и хороших вам выходных.